Всем привет! Меня зовут Артём, вы на канале Ежелока, и это второе видео из серии сезон итоги. Прошлое вышло довольно абстрактным, это были просто мысли, которые вились в моей голове после окончания сезона. Его вы можете посмотреть вот по этой примерно подсказке. Сегодня же мы займёмся куда более интересным делом. Будем перемалывать косточки игрока. Я затрону так или иначе абсолютно всех игроков локомотива, выходивших в этом сезоне. Но, чтобы было более удобно воспринимать информацию, разобью их на несколько групп. А в конце каждой из этих групп сделаю небольшой топ. Вы тоже можете присоединиться к этой забаве, составить свой топ игроков. Лучших, худших, в какой-то из категорий или вообще всех. Можете поставить видео на паузу, оно будет долгим. Подготовить чаёк, вернуться, нажать на кнопку подписки, лайка и приступать к просмотру видео. Разговор у нас будет обстоятельнейший. Начнём с самого интересного, с новичков. Сезон 2021-2022, как известно, был объявлен перестроечным. Локомотив долго шёл к необходимости этой перестройки. Меня часто обвиняют в потакательстве нового руководства локомотива, но видит бог и мои верные подписчики, что о том, что локомотив в итоге придёт к тому, что нужно будет кардинально менять состав, я говорю довольно давно. Нельзя до бесконечности ездить на игроках в возрасте 30 лет и старше. И думать, что так оно будет всегда. Рано или поздно случится падение. И что самое неприятное, падение внезапное, единомоментное и без каких-то лёгких путей к спасению. В финале кубка победного и успешного прошлогоднего костяк локомотива составляли футболисты явно прошедший пик своей карьеры. Даже если оставить в стороне Гильерме, который на вратарской позиции может и до 40 лет спокойно играть, то смотрите, Паблу 30 лет, Чурлука 35 лет, Рыбус 31 год, Криховику 31 год, Смолову 31. В запасе сидел 33-летний Эдер, а Влад Игнатьев и Зелуиш не сидели в запасе, потому что занимались тем, чем занимаются 30-летние люди. Ходили по поликлиникам и больницам. Уж поверьте, я знаю, на этой неделе просто ни с того ни с сего начала болеть нога. А ведь я даже в футбол лет 5 не играл. Вот такова жизнь 30-летних стариков. Вообще, смена поколений в клубах – это одна из самых сложных вещей, с которой приходится сталкиваться менеджером. Пожалуй, только один величайший ум современности смог поставить это на поток и сохранять свою команду в боевом и голодном до побед состоянии сколько угодно долгое время. Это Алекс Фергюсон. Как никто другой, он тонко чувствовал моменты, когда нужно расставаться с футболистами и кого нужно взять им на смену, чтобы при этом не проседали результаты. Возможно, другим таким станет Пеп Гвардиола. Но пока что мы видели, как Пеп сам с удовольствием меняет команду, добившись всего, что хотел. Но это немножечко не то. К сожалению, не оказался таким гением и Василий Кикнадзе, который своими покупками только усугубил ситуацию. Команда стала и старее, и слабее. На место центрального защитника взяли Райковича, на место нападающего – Зелуиша. И тот, и другой в футбол особо за Локомотив не играли, хотя поначалу казалось, что Зелуиш вполне может дать нам голов и побед. Примечательный факт. В 2022 году Слободан Райкович за венгерский МТК Будапешт забил ровно столько же, сколько и Зелуиш за свой клуб из Саудовской Аравии. По одному голову. Главная проблема во всем этом, что Локомотив был вынужден тратить десятки миллионов евро, которые шли не на развитие команды, а на то, чтобы залатать очередную дыру. Возрастные футболисты, как это ни странно, очень плохо продавались, точнее, не продавались вообще никак. Зато имели свойство получать длительные травмы, заканчивать карьеры или уходить по истечению контракта. В нормальных условиях. На их место должны были вырастать молодые бесты, но их не было, их никто не покупал. Были только ребята из Академии, но о них мы поговорим чуть позже. Российские железные дороги в лице Александра Плутника решили, что хватит это терпеть, и пора кардинально изменить подход к комплектованию состава. Возрастные и дорогостоящие в плане зарплат футболисты отправились в освоясь, а на их место пришло множество новичков, чья трансферная цена, возможно, вызывала удивление, но все это компенсировалось возрастом и низкой зарплатой, а также желанием самосовершенствоваться. На роль рулевого проекта был приглашен ни много ни мало Ральф Рангник. О нем сегодня не буду много говорить, оставлю для следующего выпуска сезона итоги, однако нужно сказать пару слов о его философии, которая в Локомотиве заявлялась, работала и, смею надеяться, продолжит работать. Футболисты, которых ищет Рангник, должны быть не просто молодыми и перспективными, они должны просыпаться и засыпать с мыслью о том, что еще они могут сделать для того, чтобы стать лучше. Так работал Рэдбол и так должен был начать работать Локомотив. Правда, перед приходом Рангника Локомотив сделал пару приобретений, которые заставили изрядно почесать голову. Первым в команду приехал Максим Нинахов. Довольно молодой парень, хотя по нему этого не скажешь. Воспитанник Динамо, проведший несколько неплохих, но не более того сезонов. Последний из них в Ахмате, и нам, он, болельщикам Локомотива, наверняка запомнился изумительной голевой передачей. Разумеется, в самом Локомотиве Максим ни разу такого уже не исполнял. Практически весь сезон 2020-2021 на позиции левого защитника у нас отыграл Маций Рыбус. Лишь в последних матчах стал выходить Саша Сильянов, и он казался очень неплохим и универсальным вариантом на оба фланга. Но зачем-то Локомотив решил закрыть путь парню в основу и купил Нинахова, который также был крепким универсалом. За этот год Нинахов принял участие в 7 матчах. В общей сложности отыграл всего 880 минут. Мы видели его справа, видели его слева и даже на позиции опорника. Нигде особенно не зажег, и, ну, я так думаю, что, вероятно, клуб он этим летом покинет. Кем, зачем, для чего брался Максим Нинахов накануне прихода рангника в клуб, лично мне абсолютно непонятно. Вместе с Нинаховым приехал еще и Кирилл Зинович, футболист 2003 года рождения, который даже в Казанке ничего абсолютно не показывает, а в молодежку, где ему было бы играть по возрасту, его почему-то не отдали. Гиздаль даже дал ему дебютировать за основу, и мы даже выиграли матч, в котором он принял участие. Но все же лично у меня ощущение, что Зиновича активно спихивали все тренеры команд Локомотива друг на друга, и где он находится сейчас, я вообще сказать затрудняюсь. Я даже ему особой перебивки посвящать не буду. Лучше посвящу ее Тину Едваю, хорвату, который должен был заменить нам Ведрано-Черлоку, но оставил самое непонятное послевкусие от сезона. Едвай к своим 25 годам уже имеет довольно громкое имя. 26 матчей за сборную Хорватии и даже забитые мячи за нее. Трансферы в Рому и Байер за довольно немалые суммы денег. Но сказать, что Едвай был сколько-нибудь ярким игроком по европейским меркам решительно невозможно. Вроде бы все признавали его талант, а вот в футбол играть особо не давали. Да и не очень понятно, на какой позиции его использовать. Он то ли центральный защитник, то ли крайний. При этом сам Едвай рвался доказать, что в футбол он играть умеет. Поэтому каждый раз, когда его очередной тренер в очередной команде усаживал на скамейку запасных, он требовал себя отдать куда-нибудь в аренду. Ну и докатился в итоге до локомотива. Как это не удивительно, ни одна из проблем Едвая так и не исчезла в локомотиве. Начнем с того, что Едвай это абсолютно не тот защитник, который был нужен Николичу. Ему нужен был спокойный, хладнокровный чурлукозаменитель, безупречно выбирающий позицию и выигрывающий подавляющее количество единоборств. Примерно таким был Пабло, но все-таки сильно ниже уровнем, чем чурлука. Приехал Едвай, человек-экспрейс, стиль которого был в том, чтобы опередить соперника в борьбе, даже если для этого придется бежать на чужую половину поля. Надо ли говорить, что к отбору мяча это приводило далеко не всегда, а вот к разрывам в линии обороны гарантировано. А тут еще и взрывной характер, из-за которого он заработал чуть ли не два подряд удаления. Пусть со Спартаком это было уже после окончания игры, но матч с Ахматом-то он пропустил, а мы в той игре проиграли вообще-то. В общем, брали мы человека, который должен был добавить в оборону класса, а получили бомбу замедленного действия. При этом нельзя сказать, что Едвай был плох. Нет, он и лучшим игроком матча признавался, и в символические сборные туры иногда входил. Когда у него шла игра, он действительно был на поле одним из лучших. Забивал красивые голы и шел с мячом до чужой штрафной. Но иногда случались матчи похуже, и тогда на партнеров ложилась двойная работа. Хорошо, если это были Пабло или Макеев. Плохо, когда это был Мампаси. Очередной средний сезон получился у Едвая, и если следующие полгода он проведет на таком же уровне, значит, как по мне, нужно будет задуматься о его замене на кого-то с более холодной головой. Двигаемся дальше, и на очереди у нас будут сразу два футболиста, которые, наверное, подожгли наибольшее количество пятых точек прошлым летом. Рассматривать буду обоих вместе, потому что... Потому что могу, что вы мне сделаете. Первым еще в начале августа пришел Наир Текнезян. Судя по всему, он должен был прийти еще весной вместо Максима Нинахова, но на тот момент Наир верил, что будет играть в основе родного ЦСКА. Потом прошли сборы, потом оказалось, что тренером ЦСКА вовсе не Олич, а Алексей Березуцкий, которому Текнезян не нужен. И Наир вкратчего спросил, а, может быть, товарищ из Локомотива, может быть, я вам еще нужен? В отличие от Нинахова, Текнезян левша и может считаться профильным левым защитником. Понятно, что, как и большинство футболистов, в школе он играл в атаке, и только уже во взрослом футболе опустился в оборону. Но у нас уже был, например, Миша Лысов, и мы с ним взяли чемпионство, так что грех жаловаться. Почему-то многие запомнили, что между отказом Текнезяна весной и подписанием его летом он продлил контракт с ЦСКА и, дескать, вот этим самым поднял свой ценник с 2 до 5 миллионов евро. Контракт действительно был продлен, но лишь на один год. Был до 2025-го, стал до 2026-го. Не такая уж и большая разница. И сколько бы Локомотив не клялся и божился, что никаких 5 миллионов они не отдавали, это и Игорь Робинер вбрасывал, об этом говорил Цорму Нобеля, это говорил Рангник на встрече с болельщиками. Все запомнили цифру в 5 миллионов евро, которая лично мне кажется крайне нереалистичной. Ну и вот по этому ценнику стали оценивать Текнезяна. Есть еще один косвенный признак, который меня наводит на мысль о придуманности цифр, потраченных на игроков. Локомотив все-таки не самый богатый клуб, да, надо признать. И если поверить, что на Мордишвили и Текнезяна были потрачены аж 12 миллионов евро, то дальше должен был наступить режим серьезной экономии. И наоборот, ЦСКА, который вдруг ни с того ни с сего получил лишних 12 миллионов евро за практически дублеров, и это вдовесок к 30-ке Завлашича, мог хорошенько закупиться. Однако в дальнейшем мы видим, что Локомотив вел себя именно так, как вел бы себя клуб, который получил игроков за достаточно вменяемые деньги. А ЦСКА вел себя так, словно бы этих денег в клубе нет вовсе. Сплошные аренды до подписания свободных агентов. Понятно, что признак косвенный, но все же я не понимаю, как и почему цена за Текнезяна могла вырасти с 2 миллионов евро до 5 за одно лето, в которое клуб, да и сам Наир узнали, что ЦСКА он по большому счету и по мнению главного тренера не нужен. Я много уделил вниманию стоимости Наира, потому что именно через призму денег в итоге оценивали и его игру, и игру Кости Мардешвили. У Наира был серьезный конкурент на фланге обороны. Это игрок сборной Польши Мац и Рибус, который, впрочем, не давал должного класса. Не давал его и Текнезяна, от которым словно рог повисли глупые удаления. Я до сих пор считаю, что ни одного из трех удалений Тики не заслужил. Я вот, например, хоть убей, не вижу фола в матчах с Марселем и Енисеем. А эпизод, который привел к удалению в матче с Ростовом, равно как и удаление Берковского в игре с нами, как по мне, это просто неудачное стечение обстоятельств, в котором игроки ну ничего не могут поделать. Они не играют грубо, они просто наступают, куда наступали. Ну и что, что там оказывается с нога защитника. За это на Текнезяна добрые болельщики повесили ярлык и не уставали шутить о том, на какой же минуте теперь удалится в следующий раз Наир Текнезян. Наир, как стало известно позже, повел себя именно так, как должен вести себя футболист в рангниковском механизме. Он стал думать, как ему стать лучше и нанял психолога. Итог, три заключительных тура чемпионата подряд Наир в символической сборной тура от Матч ТВ. Две голевых передачи, заработанные пенальти, хорошее подключение в чужую штрафную и практически полное отсутствие моментов с левого фланга обороны. Болельщики тоже оценили и признали его лучшим игроком Мая. В этом сезоне Наир вытащил себя за уши, что вызывает глубочайшее уважение. Теперь можно расслабиться и показывать, что умеешь. Думаю, Тики стал своим. Вот это вот прокидывание мяча между ног в матче с крыльями Советов это хорошо показывает. А вот Константин Мардешвили своим не стал и по ощущениям сейчас валится куда-то в очень глубокую бездну. А начинал-то хорошо. Пришел почти на месяц позже своего друга Натя Кнезяна, занял место в центре поля, высоко котировался Николичем и забил свой первый гол за Локомотив в последнем матче сербского тренера. Головой открывая счет в матче с Ростовом. Казалось, будущее безоблачно. Тот матч мы проиграли, Николича отправили в отставку, Гиздаль решил, что Локомотив должен играть по схеме 4-2-2-2. И с этого момента начался кошмар Мардешвили. Мардешвили опорник. Он умеет отбирать мячи, он умеет закрывать пространство и двигать мяч вперед. Что делает Гиздаль? Раз за разом отправляет Мардешвили играть в полуфланги атаки в предпоследней двойке. Что там делать, Костя решительно не понимает. И с каждым следующим матчем играет все хуже и хуже. Иногда его ставят в опорку, и он показывает, что вообще-то он неплохой игрок. Даже забивает победный мяч Уфе красивым дальним ударом. Но потом начинается предсезонный сбор, и Мардешвили вновь обнаруживает себя где-то в атаке, где ничего не может поделать с защитниками. А в одном из матчей его еще и правым защитником поставили. Куда угодно, лишь бы не в опорку. Даже смена Гиздаля на Компера не особо помогла. В обороне стали классно проявлять в себя дублеры Бабкин и Карпукас, а были еще Баринов с бегой, которые тоже просили игрового времени. Если Костя и появлялся, то снова где-то там впереди. Вместо Керка, вместо Исидора. Разумеется, без какого-либо эффекта. Кажется, лишь раз его за весну отрядили на родную позицию в центре поля. В игре с Сочи. И Костя себя проявил с наилучшей стороны. Разогнал голевую атаку, завершившуюся ударом Исидора. Но в матче с Нижним Новгородом ему дали всего одну минуту. С Зенитом восемь. С Краснодаром выпустили в старте, но его подставил Гильерме. Пришлось удаляться. Как сказал сам Мардешвили, Рангник в личном разговоре обещал ему игровую практику. Она у Мардешвили действительно была. Почти 1700 минут. Но я сомневаюсь, что Костя так уж сильно эта игровая практика пошла на пользу. В следующий сезон он однозначно вступает запасным. И вряд ли ему это по нраву. Может быть, стоит спросить номерок психолога у Технизяна? В игре с крыльями Мардешвили дали 15 минут. И пока 10 человек бились за то, чтобы сохранить и развить преимущество, Костя выглядел какой-то омепкой, которая вообще не понимала, зачем она вышла на поле и как выигрывать борьбу. Матч мы до победы довели. Но во многом благодаря в мгновенной игре другого новичка. Тоже центрального полузащитника. Правда, родом из Франции. Персональный объект хейта со стороны главного футбольного эксперта страны Ольги Юрьевны Смородской Бека-Бека стал самым удивительным трансфером Рагника. Бека-Бека съездил на Олимпийские игры и благополучно провалился на них вместе со сборной Франции. Из мемуаров Бекки мы знаем, что уговаривать его ездил не только Рагник, который поразил глубиной изучения Алексиса, но и, например, Дымбаба, который в этот момент учился ремеслу спортивного директора у Метро. Алексис дрогнул, но виной тому скорее не умение убеждать Рагника как таковое, а то, что в Лигу 1 его так и не позвали. А Локомотив отвалил Кану аж 6 миллионов евро. Едва ли не рекордная сумма для этого клуба. И тут мы можем быть уверены в правдивости цифр. Бекке 20 лет, и это был самый молодой футболист, купленный в летнее трансферное окно. При этом у него не было опыта игры на уровне высшей лиги, и вообще опорный полузащитник Алексис Бека-Бека провел подозрительно мало матчей на этой позиции для футболиста, которого берут за 6 миллионов. В молодежных командах Бека всегда играл правого защитника. В Кане частенько его ставили третьим центральным, в том числе в кубковом матче против ПСЖ. В тех нарезках, что удалось обнаружить, Бека очень любил двигать мяч вперед, но у него это не очень получалось. Шел на троих игроков, терял мяч, привозил атаки на свои ворота. Кан отнюдь не был лидером второго французского дивизиона, мягко говоря. Но Бека купили и бросили в бой на Динамо. Чуть ли не первым своим касанием Бека вывел Лисаковича один на один со своей половиной поля разрезающей передачей, ну а вторым отобрал мяч в подкате. В этот момент многие подумали, и я в том числе. Так, если это уровень одной из последних команд второго французского дивизиона, то какой уровень у российской премьер-лиги? К сожалению, оказалось, что такое озарение на Беку снисходит довольно редко. Поначалу еще были матчи, где он довольно бодро отнимал мячи, проходил первую линию обороны на дриблинге, выдавал передачи, поучаствовал в победном голе в ворота Нижнего Новгорода, закрыл гештальт, еще раз вывели Лисаковича один на один, и на этот раз уже с голевой передачей, но все чаще стали пробиваться те элементы игры, которые у него были в Кане. Не добежать до нужной позиции, пойти в дриблинг и потерять мяч, сделать передачу прямо в соперника. Можно было понять усталость, но весенний отрезок Бека и вовсе начал запасным. Из-за травмы, но и не только. Когда он выходил на поле, он напоминал больше Клопка, нежели одного из самых перспективных футболистов, коим должен был стать. Если честно, я уже думал, что мы не увидим нормального Беку до лета. Как вдруг, примерно в то же самое время, что и Тепнезян, Алексес вспомнил, как же все-таки нужно играть в эту игру. Он вышел в перерыве на Рубин и начал делать именно то, за что я его полюбил в первых матчах. Брал мяч, таскал его вперед, не замечая соперников. Да, в матче с Динамо снова была позиционная ошибка, которая привела к голу, но это все равно был тот самый Бека, про которого стамбульцы до сих пор пишут тонны сообщений «Канту Галатасарай». Если б не волшебные тики, то я бы отдал Беке Беке звание лучшего игрока Майя. Но я думаю, Бека обойдется и без моего голоса. Главное, чтобы он понял, чем он должен и чем не должен заниматься на поле. В первом сезоне Бека отдал 4 голевых передачи в 19 матчах Российской Премьер Лиги. Следующий сезон может стать его бенефисом, если продолжит играть так, как с крыльями Советов или с Рубином. Что, устали? Ну, потерпите, потерпите. Нам осталось обозреть еще всего два летних трансфера, а потом уже перейдем к зиме. Давайте эту пару приехавших одновременно футболистов с внешностью рэперов также обозрим вместе. Тем более, что про одного из них мне и сказать толком нечего, зато про другого определенно есть что. Давайте начнем с того, что попроще. Тина Анжарин, игрок Загадка. Его очень высоко котировал Тухель. Он выходил за Челси в Лиге Чемпионов против Краснодара, фотографировался с Кубком Лиги Чемпионов. Он забил в матче с Марселем фактически из ничего и ничего. Ну, то есть мне вообще нечего сказать о его игре. Ну, долговязый, ну, медленный, но с таким широким шагом, что если уж разгонялся, то хрен его кто обгонит. Правда, на моей памяти в России он ускорялся раза два. А потом на разминке в матче Лиги Европы получил травму пятой плюсневой кости, лечился до межсезонья и по обоюдному согласию разорвал договор аренды. Добавим к этому еще и что он получил десятку Ласькову, которую вручили ему, и странную систему, при которой Лока мог выкупить Анжарина за 20 миллионов евро, а Челси потом мог его выкупить обратно за 40. Вообще, это поколение у Челси довольно сильное, взять хотя бы Брою. Но вот представить, что кто-то будет платить за Анжарина 40 или даже 20 миллионов, вот прямо сейчас тяжеловато. Я думаю, что все дело в английском менталитете. Слишком уж он далек от российского. Вот какое-какое опечатление человека, который ежедневно думает, как бы стать сильнее, Тин Анжарин уж точно не производил. Я обычно люблю следить за карьерами футболистов, которые были когда-то в Локомотиве, но где и как сейчас играет Анжарин, я, честно говоря, без малейшего понятия. Был и был. Десятка вновь вакантна. Так, теперь Керк. Как же много и часто мне припоминали Керка по ходу этого сезона. Дело в том, что Керка я заприметил давно. В тот момент, когда мы впервые стали задумываться о том, что Фарфан не вечен, и нам нужен кто-то, кто его бы заменил. Я люблю шерстить молодых футболистов по Европейским лигам, и в утрихте я нашел паренька, который мне очень сильно напоминал Фарфана тех времен, когда сам Фарфан был в Голландии. Бег, дриблинг, удары с правой ноги, с левой ноги и даже головой, стабильность в наборе очков по системе гол плюс пас. Только было это летом 2019 года. Тогда утрихт не скрывал, что готов продать 23-летнего Керка за 3 миллиона евро. Ту самую трешку, которую мы пустили по итогу на Джорджевича. Меня бомбило. Тот сезон Керк провел шикарно. 10 плюс 8 в чемпионате Голландии, красивейший, но оказавшийся бесполезным гол в квалификации Лиги Европы. Стоимость Керка пошла вверх, но все равно оставалась в разумных пределах. Я продолжал за ним следить, но уже скорее по привычке. 25-летний Керк за 6 миллионов это не так интересно, как 23-летний за 3. И к тому же появились новые любимчики вроде Еспера Карлсона. И тут бац, как гром среди ясного неба, локомотив решил, что 6 миллионов за 25-летнего Керка это вполне достойная сделка. Я был уверен, что Керк классный и стабильный футболист. Но блин, я его хотел в Лока 2 года назад. В другой Лока, еще даже не Николичевский. В другого Керка за другие деньги. Я все равно был рад. Это ведь и мне какое-никакое подтверждение того, что можно сидя за компьютером просто просматривать различные статистические сервисы, матчи, нарезки, найти футболиста, на которого только через 2 года напорится ранник и решить, что это отличная сделка для локомотива. Керк в итоге стал самым стабильным из новичков локомотива. Хотя тоже смешно. В Утрахте за все 5 лет у Керка не было ни одной травмы. Ни одной. Человек-машина. Локомотиву хватило пары месяцев, чтобы его сломать. На чуть-чуть, но все-таки сломать. Керк, приехавший только к 7-му туру, в итоге станет топ-2 игроком по количеству игрового времени в локомотиве в этом сезоне. Больше него сыграл только Дмитрий Баринов. В первом сезоне в локомотиве Керк вышел на 5-4 по системе гол-плюс-пасс, что в целом очень даже неплохой показатель. Второй в команде в этом году после Рефата Жмалединова. Технику Джирана по-прежнему полный порядок, а вот с эффективностью действий на поле пока есть вопросы. Да, он забил голы в ворота Зенита, Динамо и Спартака, важные для локомотива матчи. Но вместе с этим я могу с легкостью вспомнить десяток матчей, в которых Керк только и делал, что терял мячи в бессмысленных попытках дриблинга. Не забивал моменты, когда играл форварда, а в плохую погоду вообще исчезал с поля. Я все-таки похвалю Керка за первый сезон. Это далеко не история едва. Керк делал то, что умеет, и чаще всего делал это хорошо. Этот парень интроверт и домосед. Сложно вообще представить, что он чувствует в Москве после утрах-то. Если что, в одном из интервью Керк сказал, что его удивили высокие дома в Москве. Он их не ожидал. Понятно, что в первый сезон ему было тяжело. Но все-таки во втором сезоне я жду от Керка большей продуктивности. В дриблинге, в передаче, в реализации. Я знаю, как он умеет бить поворотом. А мы этого вообще толком не видели. А может и не увидим. Опять же, пару недель назад Керк сказал, что понятия не имеет о том, что Россию отстранили от Еврокубков, и теперь ему придется подумать, стоит ли ему продолжать карьеру в локомотиве. Я бы хотел, чтобы он остался. Керк мой любимчик. Фуф! С летними трансферами разобрались. Давайте обсуждать зимние. Их было всего три. Они уже прошли без ранника, но получились крайне интригующими. Сложно будет обойтись без политики. Ведь еще зимой стало известно, что локомотив пополнит защитник шахтера, игравший за многострадальный Мариуполь Марк Мампасси. Более того, у Марка родственники из России, поэтому российский паспорт лишь дело времени. Сделка, как это стало принято у локомотива, получилась рекордной, на этот раз для Академии Шахтера. Аж 3 миллиона евро за 18-летнего парня. Стратегия во всей своей красе. И снова мы видим парня, который очень хочет играть, но понимает, что игровой практики в родном клубе у него не будет. Блин, и я вообще не представляю, что чувствовал и чувствует сейчас Марк Мампасси. Я почти уверен, что спецоперация и то, что происходило с Мариуполем, из которого он уехал буквально за пару месяцев до, серьезно влияло на его игру. Но она просто не могла не влиять, черт возьми, ему на момент дебюта за локомотив было всего 18 лет. Конечно, он косячил, как без этого, особенно в паре с Едваем. Но он не должен был играть в принципе. Но кроме Гизделя, локомотив покинул еще и Пабло, поэтому варианта не бросать в бой Мампасси особенно не было. Сначала он проигрывал единоборство всем подряд. Обрезал, иногда серьезно обрезал, но продолжал верить в свои сильные стороны. Первый пас, видение поля, игра на перехватах. Болельщики ругались, а тренеры продолжали выпускать Мампасси. Ну и разумеется, вместе с игровым тонусом пришло и какое-то внутреннее спокойствие Марка. Локомотив этой весной сыграл три матча на ноль. Во всех трех у Мампасси были разные партнеры. Едвай, Макеев и Баринов. Даже вратари менялись. Неизменным был только Марк. К сожалению, после начала спецоперации сборная России потеряла свою актуальность, но есть подозрение, что этот парень обеими руками бы стучался в нее уже в самое ближайшее время, по крайней мере в молодежную. Особенно, когда смотришь на всяких Евгеньевых у Динамо. Даже за эти три месяца прогресс в игре Мампасси сумасшедший. И одна из интриг для меня на следующий сезон это то, как Марк будет играть в паре с Макеевым. Мне кажется, что это может быть идеальная связка центральных защитников. Они дополняют друг друга как Инь и Янь, как Бонни и Клайд. Хладнокровный и неуступчивый в единоборствах мага и играющий на перехватах с прекрасным первым пасом Марк Мампасси. Только бы обошлось без неприятных сюрпризов. Хватит с нас запоротых по причине травм сезонов. Также зимой и также до начала зимних сборов Локомотив объявил еще об одном новичке. Точнее, сперва было объявлено об уходе Федора Смолова за символические миллионы рублей со стороны Динамо, а затем уже о приходе ему на смену форварда сборной Чехии Яна Кухты. Едва прочитав про этот слух и погуглив, кто такой Ян Кухта, я о нем понятия не имел, я понял, что этот слух не просто так. Ян идеально подходил тому локомотиву, который строился у Гизделя. Идеальный прессингующий форвард из команды, которая возвела этот самый прессинг в абсолют. Славия Яндрышиха Тарпишовски. Да, я произнес это специально, чтобы похвастаться, что могу. Ян отнюдь не из тех форвардов, которые обводят пятерых защитников или клошматят какими-то зубодробительными ударами. В его игре вообще нет каких-то козырей, кроме зашкаливающей работоспособности. Он и сам это говорит. Все, что я умею, это бегать. И делает это с удовольствием. Я смотрел нарезки игры Яна Кухты и удивлялся, ну какого черта вратаря отдают ему мячи? Они что, его не видят? А потом Локомотив играет первый товарищеский матч, и Ян Кухта обкрадывает очередного вратаря, закатывает мяч в пустые ворота. Ну вот такой вот он Ян Кухта. На сборах он забивал в каждом матче. В чемпионате так же удачно не получилось. Но меня его игра устроила на все 100%. Правда, это уже не прессингующий Локомотив Гизделя, где Кухта чувствовал себя как рыба в воде, а более осторожный Локомотив Кемпера. И случались матчи, где Кухта мог вообще не потрогать мяч вблюзи чужой штрафной. Это не его игра, и в ней он чувствует себя некомфортно. Случались даже замены на 45-й минуте. И это при том, что у нас в принципе больше нет ни одного центр-форварда. Тем не менее, я знаю, что если идет передача вперед, то где-то в это же самое время стартует Кухта. Обязательно и непременно. Он может не реализовать выход один на один. Он может плохо пробить поворотом. Но он будет в нужной точке. Он напряжет защитников и вратаря. Он отдаст хорошую развивающую передачу именно тогда, когда это нужно. А не через 2 часа, когда соперник уже полностью вернется. Он ведь мог стать соучастником самого красивого гола сезона, если бы не пластик Металурга и не неуклюжесть Рефата Жамалединова. Смотрите, какая шикарная стенка. Конечно, во всем этом есть ложка дегтя. Например, красная карточка и дисквалификация Кухты за довольно глупый поступок в матче Сочи. Правда, к чести Кухты далее мы не видели ничего даже близкого к этому. Зато видели пару победных голов, видели перелом в игре с Динамо после выхода Яна. В общем, в следующем сезоне, я думаю, Ян еще больше зажжет. Благо, теперь и помощник есть верзила Раканьяц. Кухта хоть и забил головой Ахмату, но вообще это, конечно, совершенно не его дело играть головой. Ну и на сладкое. Любимец публики Уилсон Исидор. Хотя у меня его игра вызывает не так много восторгов, понятно, что о лучшем дебюте в клубе и мечтать нельзя. В матчах на сборах, а затем и в первой официальной игре на Кубок казалось, что Исидор это больше парводия на футболиста, а не сам футболист. Он не забивал из убойных ситуаций, при том, что этих ситуаций за матч у него было от пяти и больше. Приехал из третьей французской лиги, в Монако не закрепился. И как прикажете к такому игроку относиться? Ну, теперь ясно, что как к рекордсмену. В стартовых шести матчах Исидор забил семь голов. В следующих пяти, правда, отличиться не удалось, а в игре с Динамо получил неприятную травму на последних минутах. Но все-таки рекорд есть рекорд. Исидор, пожалуй, ярче всех доказал тезис, который я давно и упорно твержу. Для того, чтобы купить нападающего, который будет забивать голы, не обязательно тратить десятки миллионов евро. А можно потратить их и ничего не получить. Еще более яркий этот тезис раскрыл Кассиерра, но он, к сожалению, в другой команде. А в нашей играет Уилсон Исидор, который забил победный гол в Спартаку, отыграв полный матч при погоде, который, наверное, никогда в жизни не видел. Забивал ЦСКА, забивал Сочи, и при этом не забывал демонстрировать фантастическую технику, филигранно уходя от подкатов защитников. Впрочем, я бы не стал сильно перехваливать Исидора. Конечно, голы это здорово, но по влиянию на игру ему далеко, например, даже до Керка. Если глянуть на распределение наших атак по весне, то вы увидите, что чуть ли не половина всех атак идет правым краем, а на левой приходится только около четверти. Для того, чтобы стать главным голеодором и обратить на себя внимание в Европе, ему нужно почаще встречаться с мячом и побольше влиять на игру. Пока же главная фишка Изи, с которой он нас познакомил, это смещение с правого фланга и удар в дальний угол. Забить удалось лишь однажды, но этот трюк повторяется почти в каждой игре с участием Уилсона. К счастью, травма, полученная в игре с Динамо, оказалась несущественной, и он полностью пройдет предсезонку. Отдельно отмечу, что Исидор попал даже в расширенный список в молодежной сборной Франции, в которой, в отличие от БК-БК, он никогда не играл. А это отличный сигнал для молодых игроков, что даже в российском чемпионате и в нынешних условиях за ними будут смотреть. И это ни в коем случае не крест на карьере. Хотя с Еврокубками было бы попроще. Итого, 10 трансеров. Перестройка команды сравнит той, что проходила в 2006 году при Муслине, когда Филатов тоже замутил смену поколений, но сам же ее и обрубил на взлете, уволив тренера за сход с первой строчки в первый же раз. Команда этого не поняла и провалилась аж на третье. Тогда это еще казалось катастрофой. Худшим трансфером на данный момент кажется трансфером Радишвили. Потрачено много, выхлопа мало, борьба за место в составе на своей позиции проиграна. Это не приговор, но очень громкий звонок для Кости, что пора делать качественный рывок. Был еще Тина Анжарин, но его спасло то, что это и трансфером не было. Попробовали, обожглись, но ничего не потеряли. Аренды из Англии, пожалуй, тухлая тема. А вот для других аренд я бы пути не закрывал. Особенно в нынешних условиях, когда контракта для FIFA ничего не значит. Ну и раз я сказал про худших, значит нужно и топ лучших. Тут без сюрпризов. Блестящий Исидор, работяга Керк и Ян Кукта, который отлично вписался в команду. Поехали к следующей группе ребят. Гораздо меньший по своему численному составу, но не меньший по моему интересу к ним. Это молодые ребята, которые влились в состав в этом году. Для них это дебют в профессиональном футболе, поэтому и шкала оценки у них будет своя. Не стоит эти звезды сравнивать с теми звездами, которые я даю футболистам, которые приходили к нам по трансферам или уже давно играют в локомотиве. В лиге играют всего два футболиста 2004 года рождения. Это Худяков и Пеняев. Худякову уже исполнилось 18, Пеняеву пока еще 17. Это довольно уникальные истории для России, потому что у нас все-таки принято, чтобы молодому игроку сперва исполнилось лет эдак 25, и тогда уже можно его потихоньку ставить в состав. Особенно редко мы видим молодых ребят в воротах, потому что они ошибаются, на них валятся шишки, они ломаются психологически, и вот в России больше нет молодых вратарей. Даня тоже ошибался. Поначалу довольно много, и это было нормально. Возникали вопросы больше к руководству, стоило ли отпускать Коченкова, но вот Леонченко в эфире Матч ТВ сказал, что да, стоило. Возможно, зная, что по итогу никаких Еврокубков для российских клубов все равно не будет, я поддержу, когда, как не в таком сезоне, давать практику молодому вратарю, но тогда по осени я, если честно, немножко бесился. Осенний Худяков мне вообще не нравился, а вот после зимы Даня начал показывать то, чего я жду от вратаря Локомотива, и я серьезно связываю это с тем, что в январе у нас появился новый тренер по вратарям, Заура Хапова сменил Саша Март. Если прежний Худяков никак не понимал, какую позицию ему занимать в штрафной, боялся идти на выходы и не очень хорошо прыгал, то весной Даня уже вполне бойко сносил кегли в штрафной на пути к мячу. Вот такой Худяков, активно играющий по штрафной и за ее пределами, с хорошей реакцией и длиннющими руками мне уже по нраву. Отмечу символизм. Худякова лучшим молодым игроком сезона признал не кто-нибудь, а Игорь Акинфеев, а кто, если не он, знает о 17-летних вратарях все. Полагаю, несмотря на продление контракта Гильермия, Худяков получит немало игрового времени в следующем году, а спросу с него уже будет гораздо больше. Петров ворвался в основу очень резко. Сентябрьский перерыв на сборной, товарищеский матч ЦСКА, в котором приняла участие молодежь и новички команды, а лучшим в итоге стал Максим Петров, заработавший пенальти и отпахавший по всему полю. Устоять Николич не мог и сходу на следующий же матч поставил Петрова в старт. Вышло не очень, как примерно и во всех остальных матчах, в которых Петров принял участие. Лучшие свои игры Петров показывает в товарищеских матчах, а в чемпионате все гораздо грустнее. Ни одного забитого мяча и лишь одна голевая, которая больше заслуга Рефата Жамалединова, чем самого Петрова. Активность, которую приносит он на поле, оборачивается какой-то суетой. Его футбол до сих пор детский, хотя вообще-то Максиму уже 21 год. Мне кажется, что для Максима, воспитанника клуба, который прошел всю систему с набора, выход на поле подгул болельщиков это до сих пор очень важная и волнительная история. Мы видели его слезы после неудачных матчей. Но для профессионального футболиста такие эмоции это скорее проблема. Когда хочешь сделать все и сразу, а не то, что умеешь и должен сделать в конкретной ситуации, вполне возможно, Максиму стоит отправиться куда-нибудь в аренду, где не такая высокая конкуренция и где он будет выходить в основном составе. Если это волнение уйдет, то из Макса может получиться футболист уровня сборной, моторной, активной, умеющий разгонять атаки и открываться для их завершения. Но времени для того, чтобы проявить себя в локомотиве, все меньше. Там уже в дверь стучится следующее поколение, поколение Ларина и Першина. Чуть меньше слов у меня будет про еще одного дебютанта этого сезона. Как и Максим Петров, Сергей Бабкин ворвался в основу едва ли не напрямик из молодежки, минуя Казанку. Летние сборы с Николичем, выход на замену в первом же туре, затем еще один, пока по одной минуте, но затем стали появляться матчи в стартовом составе. И это при том, что, напомню, в команде уже были Баринов с Куликовым, а к ним еще докупили Беку и Мрадешвили. А в стартовом составе вдруг выходит Сергей Бабкин. Летом прошлого года нам пришлось изрядно погрустить по поводу ухода из команды Максима Мухина, молодого опорника, который без устали бегал по опорной зоне и выгрызал мячи. Уже через три месяца у нас была полная копия Максима, только на год младше. Особенно классно Бабкин проявил себя на зимних сборах, где стал чуть ли не выбором номер один в опорную зону у Гизделя. И закономерно вошел в сезон игроком основного состава. Четыре матча подряд он провел в этом качестве и присел на лавку только в игре с Ростовом. Кстати, не самую, прямо скажем, удачную для Локомотива, и кто знает, как бы сложилась эта игра, если бы Бабкин был на поле. Пока игре Бабкина не хватает яркости, которую все-таки требует эта позиция в нашей расстановке. Это уже не ромб Николича, где достаточно было собирать мячи и отдавать их ближнему. Да и конкуренция на этой позиции все-таки достаточно велика. Ведь кроме Байринова, Мордишвили, Бека-Бека и Куликова теперь в команде появился еще и Артем Карпукас. Это вообще удивительная история, которая сильно характеризует весь Локомотив этого сезона. Всю осень, всю зиму, немножечко весны клуб твердил о том, как он хочет опираться на молодых, и особенно на воспитанников Академии. Но при этом на сбор не позвали лучшего игрока молодежной команды Артема Карпукаса. Вообще никого не позвали из тех, кто не играл за основу раньше. И такое случилось впервые за все то время, что я вообще наблюдаю за сборами Локомотива. Прошел всего месяц, месяц, после окончания этих сборов Локомотив не испытывал никакого кадрового дефицита на этой позиции, и вдруг оказалось, что Карпукас не только не слабее конкурентов оппозиции, но и сильнее их выходит в стартовом составе не на кого-нибудь, а на Сочи, а потом и на Зенит. Это вообще-то первые две строчки турнирной таблицы, если кто забыл. Еще чуть погодя, он забирает статуэтку лучшему игроку матча с Рубином. Неплохо для игрока, который 2022 год начинал игроком молодежного состава. Как и почему в принципе такое возможно, для меня загадка. Возможно, именно это стало одним из факторов того, как спешно уволили Александра Самедова. Может быть, Александр уверял, что никаких талантов в молодежке нет, а там оказался вот такой вот Карпукас. Что отличает Артема, так это поразительная чистота в действиях. Он практически не совершает фолов, но при этом может сыграть жестко и высарапать безнадежный мяч за счет своих длинных ног. Эдакий Тарасов, только при этом умеет управлять своим телом. При этом Карпукас в своих матчах стабильно держит отметку около 90% в точности передач. В своем интервью Карпукас называл Серхио Бускетса, как игрока, которым он восхищается. И эта ролевая модель очень здорово описывает стиль игры Артема. Конечно, рано петь дифирамбы Карпукасу. Нужно еще посмотреть на стабильность его игры, но кажется, борьба за место в составе в центре поля в следующем году у нас будет невероятной. Креативище Бека, который не любит черновую работу, зато любит и здорово двигает мяч вперед. Универсал Мордишвили, которому нужно доказывать, что он не зря был в расширенном составе сборной России. Сергей Бабкин, который в противовес Беке, наоборот, не гнушается никакой черновой работы. И российский Бускетс Карпукас. И это не говоря о старичках, которые, по крайней мере, на данный момент никуда не делись. Куликов и Баринов. Прям даже перебор центральных полузащитников, когда такое было. В этом сезоне были и другие молодые игроки, но мне пока нечего о них сказать. Сашу Сильянова отправили в аренду в Ростов после нескольких не самых удачных игр, хотя у других крайних защитников удачных игр в то время тоже не просматривалось. Но обязательно ждем Сильянова обратно. Григорий Борисенко и Кирилл Зинович выходили в концовке года, когда Локомотив валился и искал хоть какие-то резервы из-за травм и плохой формы отдельных игроков. Ну и Артур Черный, который вроде и есть, и вроде даже не самый плохой защитник, но использовали его всего только один раз, когда иных вариантов уже не оставалось совсем. По этим игрокам никакой оценки давать не буду. Топов тоже устраивать не буду, потому что все молодые игроки молодцы. Про новичков говорить интересно и приятно, особенно если это новички из Академии. Сложнее говорить про ребят, которые в команде давно. Именно на их плечи должна была лечь ответственность за результат. Именно они должны были тащить, но результат сезона вы знаете. Безусловно, лучшим игроком сезона стал Рефат Джамалединов, набравший 9 плюс 7 по системе гол плюс пас по трансфермаркту. Другие источники считают 9 плюс 6, но я считаю 9 плюс 7, потому что заработанные пенальти это тоже голевая передача. 16 очков по системе гол плюс пас это очень круто, причем не только в масштабах этого года. За последние 10 лет только в фантастическом для себя сезоне 2019-2020 Леша Миранчук выбил больше и сразу же уехал в Аталанту. А у нас ведь были и Ману Фернандеш, и Джефферсон Фарфан, и Александр Самедов, и они даже забивали пенальти в отличие от Рефата, но 16 баллов никто из них не выбил. По весне Рефату доставалось много критики, в том числе от меня за медлительность и за затягивание в тех ситуациях, когда нужно отдавать передачу, но даже при всем при этом он сделал 4 плюс 2 за 11 игр. Результат уважаемый, а символичнее всего то, что Рефат забил первый и последний гол сезона, точнее даже первый и последний победный гол сезона. Его дубль перевернул игру с Арсеналом в таком далеком июле 2021 года и его гол принес нам победу в матчах с крыльями советов. И как же его не хватало в концовке прошлого года, когда случился наш самый неприятный отрезок, в том числе включивший в себя три поражения подряд и решающие игры в Лиге Европы. И если уж говорить о тех, кого нам не хватало, то первым на ум придет Стас Макеев. К сожалению, вот уже который сезон «Локомотив» не может обойтись без разрывов крестообразных связок. В прошлом сезоне жертвой пал Дима Баринов. В этом Стас Макеев. Просто, чтобы вы понимали, «Локомотив» не проиграл ни одного матча в этом сезоне с Макеевым на поле. Пять побед, четыре ничьи. С таким графиком можно было бы бороться за чемпионство, но 77-я минута матча с Химками стала роковой. После нее все пошло наперекосяк. Поражение в следующем же туре, отставка Николича, неразбериха в обороне, поражение, поражение, поражение. Стас долго восстанавливался. Дольше положенных шести месяцев, но возвращение получилось полноценным. С победой и игрой на ноль в матче с Рубином. Я уже говорил в блоке про Мампаси, но один только факт возвращения Макеева вселяет в меня уверенность в будущем сезоне. А как иначе, когда такая скала будет играть в центре нашей обороны? Хотя есть определенные опасения, все-таки травма крестообразных связок штука неприятная. Вот Дима Баринов кажется только сейчас более-менее от нее оправился. Поначалу казалось, что тот Баринов, которого мы полюбили, куда-то делся. Дима в итоге стал абсолютным лидером по количеству сыгранных минут в сезоне. Во всех турнирах их набралось две с половиной тысячи, у следующего за ним Гильерми почти на четыреста сыгранных минут меньше. Но вот качество в этих играх было гораздо меньше, чем мы привыкли ждать и требовать от Баринова. Бенефисом стала игра с химками, где Барр отдал две голевых передачи. Но эти голевые стали единственным во всем сезоне. А голов не было вовсе, хотя мы знаем, что Барр умеет и любит забивать. Сейчас много говорится об отъезде Барр за рубеж, и он этого безусловно заслуживает, но сам Дима должен понимать, что сезон 2020-2021 он провел слабее, чем может и чем должен играть. Меньше удаляться, чаще становиться лучшим игроком матча. Стутойоток в этом году он, кажется, не получал вовсе. Карпукас получал, а Барринов главный игрок карпиновской сборной нет. Непорядок. Я буду рад, если Барр найдет свой европейский клуб, о котором так мечтал, но Диме есть что доказывать и в Локомотиве. Еще один человек, который должен был быть лидером Локомотива, но в этом году не смог помочь клубу, это Антон Миранчук. Буду надеяться, что травма и боль, которые преследовали его весь 2021 год ушли. Эта весна ушла у него на набор формы и мы увидим летом Антона в своей лучшей форме, соскучивавшись по футболу и голам. Он уже в первых матчах после возвращения показал, что понимание футбола никуда не делось. Дело за свежестью в голове и ногах. Антон в своей лучшей форме это серьезное усиление для нашей команды. Игроков, равных ему, в РПЛ не так уж и много. И я понимаю, что вы уже устали, а уж как я устал, поэтому давайте по остальным игрокам пройдемся совсем коротко. Мацо Рыбус выдал несколько хороших матчей, но под конец сезона проиграл конкуренцию Найру Текнезяну. Рыбус сильно обрусел и никуда не рвется из России, но нужно ли продлевать с ним контракт на очередной сезон большой вопрос. Федор Смолов много забивал, но как я уже сказал в прошлом выпуске, я безумно рад, что этот парень покинул локомотив. У меня нет к нему никаких совершенно претензий, как к человеку. Я совершенно не корю его ни за один незабитый импенальти, но для меня Смолов это символ того, как нельзя играть нападающего, даже если он при этом много забивает. И я рад, что теперь это проблема Динамо, а не наша. Дима Живоглядов наоборот немножко поменял мое отношение к нему, если раньше я немножко бесился с его наличием в команде, с бессмысленного трансфера, когда у нас было я даже начал ему симпатизировать. Он не гениальный футболист и никогда им не будет, но он трудяга и всегда отдается игре на 100%. А в футболе обычно это гораздо важнее, чем быть талантливым раздолбаем. Но сильного правого защитника я все равно жду. Франсуа Камано забил три гола, два из них после трудного возвращения из Гвинеи, где случился военный переворот. Теперь, когда мы ездим в Ростов на поезде, эта история уже не выглядит такой уж дикой. Если бы решение зависело от меня, я бы подыскивал Франсуа новую команду. Особенно символичным был матч с Динамо, который Камано начал в стартовом составе, но играть в футбол Локомотив начал только после его замены. Есть и еще одна неприятная статистика для Камано. Из всех игроков, которые в этом сезоне провели на поле больше тысячи минут, именно с Камано мы набирали меньше всего очков. Всего 1,19 за игру. Для сравнения с Макеевым, который провел более 800 минут на поле, мы набирали почти на одно очко больше, 2,11. Это очень много. Даня Куликов провел очередной блековый сезон и снова не забил ни одного гола. Хотя, игра с крыльями Советов, последняя в сезоне, где он вышел в старте, мне очень понравилась. Если бы Даня так играл сколько-нибудь часто, то и в стартовом составе мы бы его видели гораздо чаще. Хуже дела обстоят у Рубчинского. Вместо прогресса по отношению к прошлому году мы видим какой-то чудовищный регресс. И матч с крыльями ему как раз совершенно не удался. Наоборот, мы видели потери мяча на ровном месте и отсутствие какой-то остроты, при том, что с мячом Дима был довольно часто. Ну а квинтэссенции сезона для него случилось на 90-й какой-то там минуте, когда он бил по пустым воротам матча Сочи, а попал в городу Даркушичу. Плюс 2 очка там, Лока сравнялся бы с Краснодаром и ЦСКА по итогам сезона. Вероятно, в новом сезоне Рубчинскому стоит подумать об аренде и смене обстановки. Пабло стал единственным футболистом Локомотива, который покинул клуб из-за спецоперации, но насколько он был хорош прошлой весной в паре с Чурлукой, настолько же бедово выглядела его игра в паре с Едваем или Мурило. Некоторые матчи он выдавал на прекрасном уровне, но потом умудрялся допустить ошибку на ровном месте, привести гол или подставить партнера под удаление. Это был неплохой год в Локомотиве и у Пабло была прекраснейшая семья, но я большой грусти по его отъезду не испытываю. Также уехал из Локомотива Виталий Лисакович и его история в Рубине закончилась очень грустно. Виталия жалко, он не захотел сидеть на лавке в Локомотиве, в Казани получил желаемое игровое время и в этот отрезок он был явно лучшим в команде, а в итоге запомнится всем дурацкой выходкой с селфи в еще не выигранном матче и промахом с пенальти в конце. Мне было жалко, когда он ушел, его место будет на скамейке запасных, а он хочет играть. Также команду покинул Мурило, который совсем потерял место в основе Локомотива по осени и Зе Луиш. Мурило сейчас разрывает бразильскую серию А и я за него по-настоящему рад. Игрок сильный, но почему-то на него так и не обратили внимание в Европе. Ну а Зе Луиш сидит в запасе одного из худших арабских клубов. Злорадства не испытываю, но и не особо удивлен. Про Крыховика, сыгравшего один матч в чемпионате и один матч на Суперкубок, говорить ничего не буду. Был целый сезон говорить про это. Только замечу, что из мая 2022 года продажа Крыховика выглядит как воровство 5 миллионов евро у Краснодара. Я и тогда был уверен, что это правильный шаг, ну а теперь и вовсе рад, что все случилось именно так, а не иначе. Фух! Теперь никто не скажет, что меня мало на Ютубе. Кажется, никого не забыл. Осталось совсем чуть-чуть. Составить топ лучших игроков этого сезона в составе Локомотива. По тому, насколько эти ребята меня радовали своим появлением на поле и насколько огорчали. На первом месте будет Рефат Жамалединов. Я уже это сказал, поэтому интригу держать не буду. Тут даже альтернатив особо нет. Ни по гол плюс пас, ни по вкладу в игру никто не приблизился даже близко к Рефату. На второе место поставлю Артема Карпукаса. Он зашел в команду как к себе домой. С каждым матчем смотрится все лучше и лучше. Ну а третьим пускай будет Уилсон Исидор. За 7 голов, за атмосферу праздника, но как и Карпукасу с большущим авансом. Жду от Исидора гораздо большего. Согласны? Не согласны? Пишите в комментариях, обсудим. Это не последнее видео из цикла Сезон Итоги. В следующей серии я обозрею главные события и матчи этого года. Ну а на сегодня все. Спасибо, что досмотрели. До новых встреч!